Саша, я вот знаю, что ты недавно закодировался, да? Мог бы ты рассказать, как это происходит действие, чтобы нашим подписчикам знать, чем это все грозит им? Если выпьешь закодироваться? Нет, вообще, как это происходит? А некоторые люди думают, что их там током херачат, блядь. Другие думают, там гипнотизер какой-то там сальтуки крутит. Я в Хобутово кодировался. Ага. Приезжаешь там с утра, там с 8 часов. Заполняешь договор, о том, что ты кодируешься. Ну, ну. Ну, потом дают, вот, все заполнены, там человек 20 собираются. Приехали, допустим. А много народу было? Ну, вот, человек 20, наверное. Женщины были? Были. Были, да? Ну, я не знаю, там, может быть, от курения половина была. Такие, я не знаю, женщины, но, блин, она не похожа на сеньор. Сеньор. Да. Сеньора, помидора, ну и что? Ну и вот. Потом помощник этого кодировщика. Как же его фамилия, блин? Роганов. Не, не, подожди. Семен Роганов, наверное, был. Сам лично. Блин, забыл фамилию. Бондаренко. Ну и что? Ну, сажают всех в зал. Там телевизор стоит такой. Ух ты, уже интересно. И там показывают фильм о вреде алкоголизма. А-а. Всякие. На игле там и типа вот такой фланг. Не? Ну, смотришь этот фильм, блин, долго идет, час, наверное. Ни хрена себе. Это типа пред такая посылка. Потом опять дают полчаса перерыв. Ага. Ну пошли, кто покурил, кто... Кто стопочку накатил, да? Кто поесть, знаешь, там это с собой привозят. А перед кодировкой сколько пить нельзя? 15 дней. 15-20 дней. Ага, то есть ты выдержал эти 15-20 дней. Ну и что там дальше? Ну вот, посмотрели фильм, дали полчаса перерыв. Потом заводят опять вот от зал уже сам этот, Бондаренко. Ага. В белом халате там. Вот. Начинают лекцию читать, там. Вот об алкоголизме, о вределках. Что можно, что нельзя после кодировки. Ага. Вот. И уже, блин, тоже часа полтора, наверное, эта лекция. И уже выходишь оттуда. Знаешь, такой нагруженный. Ага. Уже как будто бы... Уже прибуркал он тебя, да? Да, уже, блин, ты заточен на кодировку. Ага. И все, и потом по одному, тоже полчаса перерыв, и по одному начинают вызывать, по пять минут на каждого. Ну и что там с тобой делали? Ну вот так, он кладет пальцы сюда, на голову. Ага. И начинает гнушать там, типа. А что говорит? Вы будете пить как минимум три года, шесть лет. Как рогановка. Все то же самое. Да. Ага. Там, я особо не прислушивался, потому что такая процедура стрессовая есть сейчас. Ну и что потом? Ну и что, как бы... Вот. Теперь, говорит, закрою глаза, открою рот. Ага. Шприц берет такой, раз в рот, такой... Водки? Спрыснул чем-то. А, чем? Не знаю, какое-то раствор. Ага. Может кипяченком. А теперь, говорит, бери вот этот стаканчик, полоскай рот и выплюл его. Берешь стаканчик, выпиваешь. Ага. И... Это типа ты алкобеса там выплюнул, да? Ага. Ну и как бы все, я говорю, вот... Пожал руку тебе там... Да, здоровье там, успех. Ага, все. Через год приедете на... Это самое... Я понял. Закрепить надо. Ага, денежек привезете, я понял. Ну вот. Ну и все, до свидания. Ну, то есть тяги у тебя сейчас нет, бухануть. Ага. Вон, типа вот вискарь стоит, вот. Хочешь рубануть вискаря? Не, не хочу. Не хочешь? А может... Я хочу. Тебя надо кодировать, Дима. Нет, не хочешь. А мне не за что. Как? Я не алкаш. Знаете, что я хочу сказать? Что? Сказать. Ты тоже хочешь закодироваться? Нет, я закодироваться не хочу. Я хочу сказать, чтобы нашу Орловскую одну группу... Называется группа Одэм мужик. Ага. Крутили на экспресс-радио «Алел». Вот, правильно, правильно. Алел, чтобы мы знали, что да, это наша группа, группа Орловская. Чтобы все было у вас хорошо, ребята. Продвижение вам подольше, на сцене, чтобы удачи мыли бы. И чтобы, как говорится, девчонки вам кидали лючки. Молодец. И лючки, и трючки. Стакан у тебя какой-то модный. Ну а, Коля, а ты когда жениться-то будешь? Даже не знаю. Не знаешь, да? Ну так говори там, какие слова. Вот, девушки, вот у нас есть знатный парень Коля, комбайнер. Вот. Он вообще модный парень, самый первый парень на деревне. Что ты, Коль, хочешь? Жениться хочешь? Нет, хоть девчонку найти. Понятно. Ну вот, девушки, у вас есть вообще, как бы, вариант очень крутой. Парень работящий, деньги есть. Жениться хочет сразу. Так что берите себе на заметку, блин. А вот тебе, Саш, что дальше было? Ну что, сели в тачку и поехали в Орел. А вот нам сейчас звонит Леша, хуй. Он где-то на гипсовом комбинате. Да, я с ним поговорю. Поехали в Орел. Здорово, Леха. Голова загруженная, шарабан болит. Который сидоров. Где ты едешь? Ну и все, приехал домой Леха и начал отлеживаться. Ага. Ты с гипсового, ты с гипсового выехал. Ну, короче, что ты пожелаешь, пацанам? Ну, ништяк. Ну, все, по адресу, как нашли. Пить в меру, ребят. Пить в меру, да? Да. Понятно. Но кодироваться стоит. Да хрен его. Ну, у меня больше выхода не было. Ну, понятно, да. Тебе тогда защиты лишили, отказали. Кому-то можно здесь стоить, а кому-то не стоить. Ну, понятно. Ну, ладно, спасибо, Саш. Я очень рад, что ты завязал с бухлом. А то там уже двери начал соседям вышибать. Ну, куда нахрен. И как медведь пролазить в норы, блядь, за чекушками, блядь. Куда это? Ну, ладно.